Мы покажем вам несколько примеров из английской массовой культуры, в частности, всем известное телешоу Монти Пайтон. И наше видео это псевдоисторическая печь, как и все о Монти Пайтон, когда король Артур приходит на границу леса и встречает там темного рыцаря, который не дает ему пройти. Я ищу много людей, с Камерлот. Я артур, кинь из Британс. Я иску лучших и милых киньевых в мире, чтобы поделиться в моем городе Камерлот. Вы показали себя вероятным. Вы поделитесь? Ты сделаешь меня грустно, так же. Давай, Патси. Ни не будет. Что? Ни не будет. Я не могу бороться с тобой, Гудсу-Найт. Но я должен пройти эту дорогу. Тогда ты умер. Я предупреждаю вас, как Кирилл Британс, чтобы остановиться. Я иду, для ни человек. Так же, так же. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выдрали! Ай-ай-ай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая функция очень простая Культурная оболочка, через которую даже самый большой петух не может пробиться. Даже если человек очень любит бахвалиться, он все-таки не может высказать в английской культуре это напрямую. Ему приходится использовать самую роль, ему приходится, скажем, маскировать свои достижения. Следующий фактор это вежливость. Когда вы, например, не хотите задеть другого человека или высказать какое-то явное негодование, вы делаете это более тонким способом. Но на самом деле Другой Британия всегда считает эту passive-aggressive attitude, то есть даже если человек говорит, it's not the nicest sound I've heard, человек из Великобритании поймет, что его очень сильно прессуют. И на самом деле ему скорее избавляться от этих замашек. Как так вышло-то вообще, Лера? Да, и мы также с Асей расскажем про некоторые исторические причины развития такого понятия и вообще феномена как understatement. Начнем мы с исследователя цивилизации, процесса цивилизации Норберта Эллиса, у которого есть одноименная работа о процессе цивилизации, где он рассказывает о том, как мы пришли к тому, что мы имеем сегодня, как мы пьем что-то из своей собственной кружки, не передаем ее друг другу, почему мы пользуемся своими собственными вилками и ножами, почему мы брезгливы, почему мы чувствительны. Он объясняет это переходом от феодализма, удивительно, к придворному обществу. В средневековом обществе каждый феодал владел своей собственной землей, был полноправным правителем, мог в любое время, когда ему только захочется организовать какую-то армию и пойти войной на другого феодала, чтобы если что-то произошло не так, что-то случилось, что-то пошло наперекосяк, забрать у него его землю, разрубить его на части и так далее. То есть Элиас описывает средневековье как некоторый такой пароксизм насилия, когда насилием решались абсолютно любые проблемы. Но во время перехода к придворному обществу и городскому позже обществу появляется некоторая новая чувствительность, новый этикет. Если вы придворный, единственная для вас возможность как-то продвинуться по социальной лестнице, как-то поставить себя в привилегированное положение, это понравиться государю, то есть заслужить его доверие. То есть единственная возможность оказаться где-то на месте под солнцем, это обуздывать свои аффекты, то есть каким-то образом маскировать свои чрезмерные яркие эмоции. Будучи придворным, вы, скорее всего, захотите скрыть, если вы кем-то недовольны. Вы будете строить интриги, но при этом сохраняя абсолютный покер-фейс, straight face, то, что называется. Будучи придворным, вам нужно сдерживать свои эмоции, а также показывать какую-то учтивость и почтительность перед лицом государя. Таким образом, в процессе цивилизации изменился так называемый порог стыдливости общества и появился очень медленно, но укоренившись, запрет на импульсивные проявления человеческой природы. И особенно ярко мы это стали наблюдать в период викторианской Англии. Именно тогда появилось выражение, которое вы, если изучали английскую культуру, литературу, историю или интересуетесь ею, знаете. Она называется stiff upper lip, то есть буквально неподвижная верхняя губа, которая обозначает неколебимость характера, самообладание во всех ситуациях. Второй человек, важный для нашей лекции, это была польский лингвист Анна Вишбицкая. Но она польский по происхождению, так она австралийский лингвист. И она известна тем, что когда все начали говорить, что смотрите, английский становится мировым языком, все будут говорить на нем очень скоро. А почему так происходит? А потому что английский это единственный в мире нейтральный язык, который все могут использовать, совершенно не боясь о том, что они будут непоняты. А Анна Вишбицкая, которой пришлось выучить английский как неродной язык, которая понимала очень много культурных аспектов, которые связаны с ним, начала с ним спорить и говорить, да что вы такое говорите? Посмотрите на каждое английское слово, которое есть, и вы увидите, что на самом деле этот язык является отражением английской и англосаксонской культуры, которая складывалась веками. Что такое understatement? Understatement это вопрос, который Анна Вишбицкая очень интересует. Она связывает появление understatement с научной революцией. В 17 веке в Англии началась научная революция, и основной ценностью стало такое рациональное познание мира. Фрэнсис Бекон всякий, он говорил о том, что вот есть мир, есть наши органы чувств, и мы должны все сделать, чтобы этот мир рационально познать. Но нам постоянно кто-то мешает в этом. И, в общем, идея была в том, что человек должен от своих каких-то субъективных ощущений максимально очиститься для того, чтобы научная... Какая-то огромная машина, да, огромная, ну ладно. Для того, чтобы научная, максимально научная суметь описать мир. Так, а что я хотела сказать-то? Ну, в общем, с научным видением мира связано понятие точности, да, как я вот уже описала. А в английском языке для слова «точный» существует вот как минимум три, но на самом деле их можно найти больше. «Exact», «precise», «accurate» — это все значит точный, с какими-то нюансами смысла. Быть точным — это значит не сказать ни больше, ни меньше. Но, как показывает Вишбицкая, вот это требование «не сказать больше» настолько становится более важным, что вроде бы как сказать «меньше» — это и нормально, и как раз-таки это такой способ, чтобы спасти себя от того, чтобы не наговорить чего-то лишнего. И вот таким образом, как она описывает, появляется «understatement». Точно? Подожди, сделай сейчас. Че, че?